Сегодня утром состоялись последние премии по делу Танкеева. Прокурор просил назначить наказание обвиняемому сроком в 9 лет. Оглашение вердикта было назначено на вторую половину дня. Уже задолго до начала последнего процесса в зале суда не осталось свободного места. Встать, суд идет. Суд признал Танкеева виновным по статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Танкеева предъявлено обвинение по статье 345 часть 4 уголовного козырства Казахстана. Своё подтвердение доказано в суде разбираться. Ему по этой статье дан наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет лишения свободы с отбытом наказания колонии поселения. Потому что это считается преступлением неосторожным, поэтому по всем неосторожным делам дается колония поселения. Моральный ущерб у нас проходит 3 представителей потерпевших, а двое не дали потерпевших. Они сказали, что позже гражданский порядок дадут. Один дал 1 миллион 500 тысяч моральный ущерб, там был на 1 миллион 245 тысяч материальный ущерб, но подтверждающих документов не было, поэтому мы отказали. Однако мы дали им возможность дать гражданскому порядку, иметь право, дать и взыскать. Пострадавшая сторона не согласна с приговором и намерена обжаловать решение суда первой инстанции. У него не было никакого раскаяния, он даже не только не раскаивался, он даже и не чувствовал своей вины. Мы не согласны с тем, что ему дали всего 9 лет. Свидетель даже сказал о том, что он неоднократно ездил туда за зигзагами, ездил по этой дороге. Извините меня, в нетрезвом состоянии кто ему дал право ездить вот так зигзагами по Байтурсыново. Ему моя дочь задала вопрос, снятся ли тебе погибшие? Он ответил на это матом. И обматерил меня. 22 ноября на улице Байтурсынова автомобиль «Лексус» на огромной скорости выехав на полосу встречного движения таранил «Ауди-80». В результате погибли 54-летний водитель «Ауди» и его 28-летний сын, а также двое внуков-малышей в возрасте 5 лет и 1 года.